Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ну, недовольны были засухой в прошлом ролике. Я тоже действительно был недоволен собой сам. Поэтому я постараюсь исправиться. Написали не переходить в Зенит, что я буду сидеть там на банке. Ну, как вы видите, я туда пока что и не перейду. Так что второй сезон мы полностью отыграем в Локомотиве. И написали после Лока в Италию попробую перейти тоже. Мы это с вами решим, в какую лигу нам дальше переходить. Друзья, может кто-то еще не знал, но у нашего футболиста появился инстаграм. Ссылочка на этот инстаграм есть в описании под этим роликом. Обязательно переходите, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Вот такие вот дела. Итак, сегодня у нас месяц февраль и март. Я посмотрел это в совокупности около 13 возможных матчей. Может быть, если мы дальше везде будем проходить. Что Кубок России у нас сейчас, там возможен будет полуфинал. Но, что 1-8 лиги Европы, если мы пройдем Севиль, все это возможно. Но сейчас у нас игра против Краснодара. Это матч за 6 очков, как говорится. Но сегодняшняя наша победа будет обозначать то, что мы обгоним Краснодара и займем третью строчку. Я буду на самом деле на это рассчитывать. И будем верить все-таки Краснодар. Краснодар тоже та команда, которая меня не взяла в свой клуб. Хотя у них вот Ари и Берг до сих пор. То есть они не ищут даже им замену. Вот такие вот дела. А у меня уже 77-й. Откуда у меня такой рейтинг? Это что вообще такое там произошло? Откуда у меня 77-й рейтинг? Ребят, последний раз, когда я видел, был 75-й, а тут уже 77-й. Что я такого сделал? Вообще за прошлые выпуски я ни одного гола даже не забил. Это странно, но ладно. Я говорил, когда только у меня будет 80-й рейтинг, я сложность попробую еще раз повысить. Потому что на таком слабом и низком рейтинге, да и при такой моей слабой игре, будет очень тяжело. И тем более будет безголевыми. Ну что ж, сейчас у нас матч Краснодар-Локомотив. У меня 77-й рейтинг. Поехали. Итак, замечательный стадион Краснодар. Стадиум, просто, наверное, стадион Краснодар. Мы в городе Краснодар. Как ни странно. Краснодар нас не взял к себе в клуб после того, как мы решили уйти из Химок. Ну, я точнее решил. Не знаю, были ли со мной единогласные мнения от подписчиков. Многие, наверное, хотели, чтобы я остался еще и в Химках. Но я все-таки предлагал себя Уралу, который отказали мне. И предлагал Краснодару. Они тоже сказали нет. Поэтому мы перешли в Локомотив. Это более, мне кажется, было логичное решение. Почему бы и нет. Команда действительно классная. Боролась за чемпионство. Она была, кстати, ниже, чем Химки. Мы благодаря тому, что еще и травму получили по ходу сезона в Локомотиве. Сыграли всего лишь 5 матчей за Лока в прошлом сезоне. Но было очень классно получать этот опыт игровой именно в этой классной команде. Очень хорошую сейчас можем атаку мы развить. Ну как же сейчас он просто перехватывает. Откуда он вообще вылез? Там просто был момент. В одно касание бы пробивал бы. И все, это 100% гол. И 0-0. 0-0. Я отыграл причем все 90 минут. Там пауз практически в концовке не было. Поэтому заменить у меня даже времени не было. Один даже удар в створ у нас был. Ну что же, после этого тура у нас все так же. Отставание до второй строчки в 5 очков. Вроде оно было 4, там я не помню 3 очка. Вот сейчас у нас 5. 15 очков до Зенита. И здесь потихонечку к нам подбирается Тульский Арсенал. Вот, 6 очков у нас лидерство над пятой строчкой. 77-й у меня все так же рейтинг. Итак, друзья. Ну вот сейчас игра вроде против Ротар. Ротару я забивал хэттрик. На этой же причем сложности. Поэтому я не знаю, что сейчас нам остается. Только Гадзюр, кстати, на воротах. Это интересно. Посмотрим давайте вообще на состав. У них Саплина, кстати, 75-й. В начале получается, ну, про Эволюшн Сокер 21. У Саплинова 70, либо 69. Там рейтинг. Вот у Мылина до сих пор 69. Значит, Саплинов чаще в старте. Но у нас вот 77-й. Ионов будет играть у нас слева. Посмотрим. Посмотрим. Интересно. И, кстати, мы обогнали Смолова и Эдера. Все. Теперь мы главные нападающие. По рейтингу здесь они из-за возраста, наверное, потеряли в рейтинге. Ну, еще из-за того, что они выходят на поле. Поехали. Итак, матч. Локомотив против Ротера. Интересная игра. Мы, причем, на выезде. Ротеру тогда, я помню, мы 4-0 вроде, да, победили. Мой хэт-трик был. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это что за кадры у нас. Прямо специально мне для превьюшки. Если я гол, конечно, не забью. А я очень хочу забить гол. Тем более-то Ротеру, почему бы и нет. Самая легкая, мне кажется, команда. Локомотив, Ротер. Поехали. Леша. Ну и Лешу тут тоже вот подбивают. Крыховяк. Вот. Ну а давай, чего ты стоишь-то? Ладно. Посмотрим. Интересный сейчас будет момент. Штрафной. Миранчук. И это гол. Отлично. Пусть, пусть. Восьмая минута. Миранчук забивает. Это ладно. Пусть сейчас забьет. Сейчас мы будем уже поспокойнее играть. Что 3 очка у нас минимум есть. Вряд ли мы пропустим. Ну как он все-таки засадил? А, тут от перекладины еще. Просто пушечный выстрел от Антона Миранчука. И все. Минимальная победа. Антон Миранчук благодаря голу в первом тайне со штрафного. Одерживаем мы благодаря этому победу. Были и у нас даже здесь моменты в этом матче. Ну просто вот реализация сейчас подвела. Вот. Один удар и шестворы я точно пробил. 6-0 у меня оценка. Ну и это наша долгожданная победа. Зенит теряет, кстати, очки. Мы обгоняем Краснодар. Теперь у нас 36 очков. 13 очков до Зенита. 5 очков все так же до Спартака. Рейтинг 77-й так и остается. Итак, друзья, у нас Кубок России. Там что-то здесь еще какое-то сообщение. Я же прочитал. Думаю, нам лучше общаться по электронной почве. В последнее время вы достигли феноменальных успехов. Ваш впечатляющий рост привлек всеобщее внимание. Мы с главным тренером считаем, что вам сейчас следует набраться как можно больше игрового опыта. Будьте готовы к тому, что в ближайшее время главный тренер будет искать вас на поле намного чаще. Ну, это и было ожидаемо, потому что я сейчас обогнал конкурентов в Локомотиве, Эдера и Смолова по рейтингу. Ну, и сейчас у нас матч против ЦСКА. Нас ЦСКА, кстати, по Кубку прям вообще преследует. Потому что в прошлом году я играл против ЦСКА в Кубке России за Химки. В 1-8 мы по пенальти им проиграли. Потом перешел в Локу, получил травму. И Локомотив в четвертьфинале снова, кстати, мы встречаемся именно в четвертьфинале. Но ту игру я не играл из-за травмы. Ну, а теперь посмотрим, как мы сыграем. Локомотив ЦСКА. Мы как бы хозяева поля. Поехали. Итак, Локомотив Москва против ЦСКА. Москва интересный и очень важный матч для нас. В прошлом сезоне с Локомотивом у меня не получилось вообще не пройти никакую стадию в Кубке. Потому что я там получил травму и практически даже не был заигран в Кубке России. В этом сезоне мы прошли в 1-8 ротор. Теперь нам попадается ЦСКА. Команда тоже интересная. Посмотрим, как все-таки получится у нас против них сыграть. Ну, и видели мы все-таки сообщение, что буду я намного чаще теперь заигран. Ой-ой-ой, спокойно Обликов у меня влетает здесь. Парит их с центральными защитниками. Команда соперника. И вот хороший момент. И... Ну, он сам забивает. Все, я там уже и в офсайде был. Отлично. 1-0. 44-ая минута. Пятый номер. Требель. Забивает. Супер. Выходим в Кубке. Вперед. Мог, да, я сейчас, конечно, попросить, чтобы он отдал на меня. Я по пустым бы уже пробил. Я просил причем, но там я уже в офсайде был, к сожалению. Ну, как сейчас мы прям раскатали, а? Ну, здесь вот прям я просил. Да, руку, видите, поднимал. Но не отдал на меня Требель. Потому что я уже там был в офсайде, к сожалению. Но перед самым перерывом мы выходим вперед в очень важном матче. И впервые я в своей карьере. Сейчас, кстати, ну вот играю впервые. Ой-ой-ой, что творится, а? Что творится? Что творится? И я забиваю. И я забиваю. Мне сейчас, друзья, это напоминает мой гол забитый в ворота Рубина. Мой первый гол в карьере. И тут, типа, я пока сейчас второй забью еще. Супер. 2-0. И мой долгожданный гол, друзья. Вот. Получилось, что я сейчас отстоял вот здесь вот на линии офсайда. Хорошо получилось убежать. И забиваю свой первый гол в карьере в ворота ЦСКА. И первый гол в Кубке России. Но он очень похож. Прям флэшбэки словил с моего первого гола. Здесь я кинфеев как-то даже не пытался поймать. Но я крученым сейчас пробил. Супер. Классный момент. 45-е. Плюс 4 дополнительных минуты. И все. Мы уже 2-0 ведем. И все. Уходит мяч. И победа. С учетом 2-0. Мы берем реванш за прошлый год. То, что тоже вылетели в четверть финале. Ну и вот здесь я с Фуччем. Потому что он там провалился вместе с другим центральным защитником. И вот здесь мы неплохо сейчас с Макеевым обсуждаем, как будет складываться игра в полуфинале Кубка России. Мне тоже интересно, с кем мы вообще сыграем. Ну и вот долгожданный гол. Засуха моя голевая прошла. 4 удара, 4 в створ. 7-5 у меня оценка. Я лучший игрок матча. Дальше проходит Спартак. Они 4-1 обыграли Сочи. Проходит Тамбов. 3-0 они обыграли Ахмат. И Краснодар в дополнительное время обыграл Ростов со счетом 3-1. Будет интересно. Ну и сейчас, если так смотреть, то мы будем играть с Краснодаром. Скорее всего в полуфинале. Будет интересно посмотреть. Итак, мы снова в старте против Севильи. Давайте я сейчас посмотрю расписание. Будем мы с кем-то играть в Кубке. Ну, скорее всего, уже с Краснодаром, как я правильно понял. Да, полуфинал у нас с Краснодаром. Но сейчас у нас игра с Севильей. Домашняя, 1-16 лиги Европы. И все-таки я забил перед матчем с Севильей. Поэтому, вот. Тут еще у меня прям интервью, видите, берут. Если я сейчас посмотрю. Так, не в сообщении, не нужен. Так, сведения команды, план игры. Вот. Так, так, так. Пока что меня обгоняет по рейтингу. Крыховяк 79. Чорлука 78. Гильермия на равных. И я не знаю, как посмотреть, сколько рейтинг у Антона Мирончука. Типа, когда он стоит на своей родной позиции. Вот. Но, определенно, по рейтингу я лидер команды. Есть еще Камано, да, 76. Но его я обогнал уже. Поэтому рейтинг 80 будет. И будем действительно прям таким ведущим игроком в команде. Мы готовы. Я смотрю здесь у Сивили. Кстати, очень боевой состав. Мунир 78. Акомпос 82. Кто еще здесь? Ну, Васлик на воротах, понятно. Кунде. Хесус Навас, капитан. 79 рейтинг. На скамейке запасных Де Йонг 78. Кто же забил недавно Барси. Ракитич 84 рейтинга. И Холин Лапитеги на тренерском мостике. Поехали. Итак, Локомотив Сивили. Это наш дебют в раунде плей-офф Лиги Европы. Неплохо мы так прошли групповую стадию. К сожалению, не получилось нам обыграть первую строчку. В Оверхэмптон даже у Башикташа получилось. Забили мы вроде один гол. Отдали одну голевую за 6 туров Лиги Европы. И, ну какой же сейчас момент-то был, а? Почти получилось забить с углового. Ай-яй-яй-яй-яй. Переводим. Догони, догони, пожалуйста. Хорошо. И, не получилось. Ну, у меня сейчас какой момент был, а? И все, друзья, заканчивается у нас первый матч со счетом 0-0. Сивили не получилось забить выездной гол, так что наш гол в ответной встрече, если он будет, будет очень важным. Три удара, 0-2, кстати, и у нас оценка 6-0. Итак, друзья, снова этот матч. Химки против Локомотива. Последний, кстати, матч против Химок мы проиграли в составе Локомотива. 1-0, если я не ошибаюсь. Ну, сегодня мы возвращаемся на родной наш стадион, с которого мы начинали. Арена Химки. Интересный будет соперник, интересный матч. Воробьев там 68-й рейтинг. Корян. Опа, а где? Дидюн уже, наверное, карьеру здесь закончил. Я так понимаю. Так, а вообще, даже вот, ну и долго до сих пор вот играть. 74-й. Я себя сейчас бы остался в команде, я был бы самым высоко рейтинговым. Надеюсь, я так смотрю. Ну что же, тоже такой же соперник, как и ротор. Я надеюсь, нам получится забить. Верю в это. Поехали. Итак, Химки Локомотив. Важная игра для нас лично. Мы верим, что у нас получится взять 3 очка. Нам нужно минимум вторую строчку занимать. Потому что с каждым сезоном нам нужно прогрессировать. Либо быть в стабильности. Если мы в этом сезоне займем тоже вторую строчку, ну потому что это более вероятно. Там Зенит два сезона подряд на первой строчке идет. Его уже трудно будет оттуда сместить. Снова хорошая передача на нас на фланг. Как бы в центр на нас отдавали. Подача на Миранчука. Но выше. И уходим на перерыв. Ничья 0-0. Сейчас могли, конечно, выходить вперед. Но повезло сейчас. Химков, наверное, больше. Все-таки отстояли на 0. Причем у них таких-то даже и ударов не было. 4 удара 2 створа у нас. И лучшим игроком является Червука 7-0. Хотя у меня оценка 5-5. Хотя я пробивал даже по воротам. Странно все. Зенит там снова играет в ничьи. Теряет очки. 4 очка у нас до Спартака. Теперь 13 еще так же до Зенита. Вы понимаете, мы могли сейчас нагнать уже бы Зенит. Еще бы не играли так много в ничью. Мы сейчас как в Сочи, как Ахмат, лидеры по играм в ничью. А Зенит все до сих пор. Уже 20 туров. Это 2 третих чемпионата России прошло. А они все еще ни одного поражения не имеют. У меня, кстати, появилось прозвище «Боец». Я сейчас только увидел. Не знаю, давно это или нет. Ничего здесь не написано вообще. Как прочитать, про что это? Мне болельщики дали вообще это прозвище. Так, здесь мне никто ничего не написал. Естественно, список достижений. Так, это за сборную России, кстати, еще. Ну что ж, друзья, сейчас у нас матч против Сивили. Последняя возможная игра наша в Лиге Европы. Рамон Санчес, Пежуан. Стадион Сивили нас будет сегодня ожидать. И очень будет важная нам эта игра. Посмотрим, что там по составу. У них новый нападающий, теперь 80-й. Мунира они на левый фланг сместили. Ну а так, вроде, больше никаких изменений я не вижу. У нас же Малединов, Требель на поле. Посмотрим, как сыграем с ними. Итак, друзья, мы в замечательном городе Испании. Замечательный стадион нас приветствует. Для нас это вообще первая игра в Испании. Мы, получается, отыграли в Турции. Потом, я не помню откуда, Тюрих, но Швейцария вроде. В Швейцарии и в Англии мы играли. Причем два матча против Тоттенхэма и против Булбрахэмптона. Вот такие у нас Еврокубки получались. Ну и сейчас вот замечательный футболный клуб Сивили нас принимает на своем стадионе. Первая игра закончилась в ничью 0-0. Посмотрим, как мы отыграем вторую. Краховяк на Миранчука неплохо. И какой сейчас шикарный пас, а! И не забиваем! Вы просто посмотрите, что это сейчас было, а! В штангу мы попадаем. Очень обидный сейчас момент. Я просто сейчас мог выводить Лока вперед. И надо было бы Сивили уже два мяча забивать. И снова! Вы просто посмотрите, а! Ну не летит у нас мяч в ворота. И мы пропускаем. Сивили забивает. И забил нам Мунир. 67-я минута. Из-за того, что тренер и наш, и команды соперника поставили все в атаку. Мы вот такую вот контратаку, можно сказать, пропустили. А все из-за чего? Из-за того, что у меня не получилось забить те два момента. А сейчас мы бы уже ввели бы один. Там ноль. Ну и зачем мне сейчас вообще Чорлука помешал? Неплохо. И снова! И снова не забивай! Вы серьезно, а? И все, друзья. Мы вылетаем из Лиги Европы. Благодаря тому, что Мунир один мяч всего лишь забил в двухматчевом противостоянии. Мой нереализованный момент. Даже два, мне кажется. Все и решило. Очень обидно, конечно, что всего лишь один гол. Все и решил. Хотя мой выход один на один был намного раньше гола Мунира. И я мог все это намного раньше закончить. Вот он мой единственный. Я даже вроде удар в створ не был. Потому что в штангу я попал. Оценка 5-5 у меня за матч. Куча нереализованных моментов. Сам виноват. И мы вылетаем. В 1-8 проходит Монако. Они прошли Байер. Рома прошли Вильяреал. Спартак прошел Аберден. Лиль прошли Аталанту. Лестер прошел Бордо. Наполи прошел Рен. Фенербахче прошли Динамо Киев. В Лорхэмптон по гостевому голову прошел Реал Бетис. Франкфурт прошел Хиберниан. Андерлехт прошел Селтик. По гостевому голову Шальки прошли. Барселона 4-2 прошли Порто. Клуб Брюги прошел Рейнджерс. Манчестерин Айтет прошли Шахтер. И 7-2 Паук выбил ПСВ. Вот такие вот результаты. Обидная, конечно, игра была сейчас. Причем еще и обидный вылет. Ну что же, сейчас тут у нас игра в чемпионате против ЦСКА. 2-0 мы их обыграли. Ох, вот это, кстати, классная фотография. Ракитич рядом со мной. Хорев, игрок клуба Локомотив, дал следующий комментарий после матча в интервью. Такой результат удручает. Но, по правде говоря, команде нужно повышать свой уровень. Мы должны стать лучше. Но чисто мне надо играть лучше за нашего футболиста. Вот это вот очень классная фотка. Мне прям симпатичная такая. Вот, сейчас игра у нас против ЦСКА. Итак, сегодня на поле, кстати, выйдет вместо Гилерни Каченков почему-то. Вот это вот интересная замена. И вот Миранчук, да. Поставили его на нужную позицию. У него теперь 79-й рейтинг. Поэтому наш предел в Локомотиве это 79-й рейтинг. Ну что же, посмотрим. Все-таки мне интересно, почему у Миранчука вообще рейтинг не качает. Он сейчас лучший бомбардир в команде. Странно. Итак, РЖД-арена. Локомотив ЦСКА. Недавно мы обыграли ЦСКА в четвертьфинале Кубка России. Посмотрим. Сегодня все-таки более боевой состав, я так понимаю, у ЦСКА. И вот хороший же момент. Проходим. Ну нет, здесь уже, да, Бруно Фучс. Вот этот. Которого мы, кстати, в четвертьфинале получилось у нас забить. Через его практически там позицию. Антон Миранчук с мячом. О, еду, и как же сейчас потащила. В самую шестерку шел этот удар. Но из нижнего угла достает. Далкипер, это не Акинфеев, потому что Акинфеевое лицо все-таки есть в Пессе. Хороший какой А-момент. И. И забиваем. Мы забиваем в чемпионате России. 8-7 минута, а. 1-0. Ну и снова я забиваю ворота ЦСКА. Очень сейчас хорошо прям по моей позиции. Вот это лиз у ворот. У меня получилось, а. Остался в центре, получил передачу. И в ближний угол пробил. Отлично. В дерби забиваем. Крюховяк на меня голевую записывает. Правой ногой в ближний угол из-под защитника здесь. Бурно Фучиса вроде из-под него я пробивал сейчас опять. И все. Наконец-то у меня получилось в этом выпуске целых два мяча даже забить. И долгожданному гол в чемпионате России. Причем снова ЦСКА, друзья. Так что спасибо большое Акинфееву, обороне ЦСКА. Вот этому голкиперу еще одному. Которому сейчас я забил. Ну, очень классно. Сейчас ЦСКА пошли в атаку. Мы наоборот в обороны. Ну, это понятно было, что так все и будет. Ну и все. На вынос играем. И минимальная победа. Локомотива на последних минутах практически. Я забиваю гол, врываю эту победу. И снова ЦСКА проигрывает Локомотив. Два мачи уже подряд. Один в кубке. И сейчас вот. И нам это замечательно. Лишь бы сейчас Спартак потерял свои очки. Пять ударов, пять створ за этот матч. Четыре удара от ЦСКА было и ноль в створ. Виттер ЭВДш пропускает от меня все-таки заслуженный мяч. Мы наиграли на победу. Из них 3-0 разгромил Ахмат. Спартак проиграл Ростову. И сейчас, ну, ну нет. Одно очко он сейчас отделяет. В пять очков мы лидируем от Краснодара. Поэтому сейчас все в наших руках. Нам надо играть дальше. И, кстати, 78-й рейтинг я получаю. Вообще замечательно. Вот. Надо нам набирать эту форму. Дальше продолжать так играть. Сейчас у нас игра с Ростовом. Тоже интересная команда. И как раз они обыграли Спартак. Поэтому я не знаю, что сейчас ждать от этого Ростова. Но посмотрим. Коченков снова на воротах. Вот такая вот у нас расстановка. Расстановка интересная у Ростова. Шамуродов 79-й в нападении. Так что будем сегодня мы противостоять Валеру Георгиевичу и компании. Итак, мы на стадионе Ростов-Арена. Этот стадион принимал матч чемпионата мира. Ну, матча даже. Помню, Япония-Бельгия вроде. Матч этот. Интересный, конечно, выдался. Вроде, да, в Ростове же он и был сыгран. Вот это вот прям запомнил. Не знаю почему. Ну, а сейчас у нас игра Ростов-Локомотив. Ростов помог нам немного. На выезде они обыграли Спартак. Хорошую передачу сейчас получили. И очень идеальную передачу отдали на Миранчука. Ой-ой-ой, какой сейчас опасный-то удар у нас был. Хоть уже там и лишнего сейчас переигрываем, но ничего. О, здесь Миранчук очень хорошо на меня еще передачу отдали. Арбитр сказал, продолжаем. И в ближний угол я пробивал, но Писяков потащил. И все, ничья 0-0. Были у нас, конечно, моменты, но, к сожалению, не реализовали их. Очень был опасный удар, там штангу попали. И результат на табло. 0-0. Так-то по-равному, на самом деле, смотрится игра. Ну, нам немножко не повезло. Оценка 5-5 еще у меня. Спартак проиграл в Динамо Москве. И сейчас, получается, мы обгоняем Спартак. При равенстве очков у нас здесь разница забитых мячей. В плюсе мы всего лишь, получается, за 20... Сколько здесь? Два тура. Забили 15 мячей. У нас сам Тамбов столько забил. Но пропустили мы зато один. У нас самая лучшая оборона практически. Это вообще невероятно. Много у нас матчей было со счетом 0-0. 78 у меня оценка. И здесь нам показывают к... Ну, к 22 годам оценка у меня... Рейтинг будет где-то 8-6 примерно. Это прикольно. Если так все и будет дальше продвигаться. Если карьеру сейчас мы не испортим. Ну, и сейчас у нас снова дерби. Матч против московской команды. Играем мы против Динамо. Они сейчас идут на седьмой строчке. Нам приходит сообщение, что мы снова в старте. Интересная игра. Локомотив Динамо. Теперь все. У нас остается только держаться за вторую строчку. Верить в то, что Зинитам будет терять очки. Хотя это очень вряд ли возможно. И будем бороться за вторую строчку. Поехали. Итак, Локомотив сегодня принимает Динамо Москву. Интересная игра на сегодня ожидает. Снова дерби у нас. В двух последних дерби для Локомотива я забил. В матч против ЦСКА и против ЦСКА того же. Только в разных, как сказать, турнирах. В кубке и в чемпионате. У меня получилось забить в ворота ЦСКА. Пошла подача. Невероятно. И... И я забиваю. Вот это невероятно. Что сейчас просто было. Поставил я и такое вот еще празднование. Кто-то просил там празднование Аршавина. Но я только вот такое примерно нашел, когда вот он показывал тихо всем. Здесь не забивает у нас Жамаледина в штангу. Попадает со второй попытки снова в штангу. Но вот здесь вот я замечательно подкараулил этот момент. И из-под защитников пробил. Вот это вот, да. Вот это голевой выпуск, я понимаю. Хорошая подача здесь пошла. Снова в штангу. И вот здесь вот у меня очень хорошо получилось. Все. 1-0. Уже на девятой минуте мы забиваем ворота Динамо. Поэтому я говорю, уже третье дерби подряд я забиваю сейчас за Локомотив. И комфортно мы себя будем сейчас чувствовать. Хорошую передачу на нас отдают. Надо, надо только обгонять. И все. Одного обогнали. И все. В центр передача. И не забивает. Кто? Жамаледина. Просто сейчас на пустые ворота ему уже даем там. И Амиранчук должен был тоже принимать эту передачу. Он как-то пропустил страны. А вот здесь вот как можно было не забить. И все. Минимальная победа. Локомотива над Динамом. Снова благодаря нашему голу. Правда теперь тут в начале матча мы побеждаем. Очередные три очка у нас тем более в лиге. Четыре удара. Трикс-твор. Один гол. Семь-пять. У меня оценка. Мы обыграли. Спартак потерял очки. Сыграл в ничью с Ахматом. Зенит. Там 2-0 обыграли Сочи. И у нас в два очка теперь лидерство над Спартаком. И в 12 очков отставания до Зенита. Но Зенит кстати вон тоже проиграли. Уже успели когда-то свою игру. А у нас 79-й уже рейтинг. Я просто не понимаю откуда он растет вот так. А теперь что у нас? К 22-м годам у нас все пока что такой же рейтинг должен быть. Поэтому не знаю. Мне нравится пока что рейтинг повышается. В 80-й как только будет, тогда я повышу сложность. Поэтому пока что вот так. Продолжаем мы дальше играть. Сейчас у нас объявление состава национальных сборных. Так приходит мне сообщение. Да, меня вызвали в сборную. Ну кто бы сомневался. Ну и сейчас у нас игра против Ахмата и Краснодара получается. Итак, нам приходит сообщение, что мы в Старсе на выездную игру против Ахмата. Ну что же мы верим. Ахмат сейчас идет ниже 10-й строчки. Поехали. Посмотрим давайте состав. У нас Гильерми. Все замечательно. Сейчас, кстати, вот я уже на грани буквально. Я сравнялся по рейтингу с лучшими игроками у нас в клубе. Это Миранчук и Крыховяк. Так что осталось. Так, червука там 78-й. Мы его уже обогнали, кстати. Ну вот. Осталось теперь получить 80-й рейтинг. Поменять сложность. И доминировать, пытаться в чемпионате России. Поехали. Итак, Ахмат принимает локомотив. Очень трудно абсолютно, мне кажется, любой команде играть на выезде. Но еще и против Ахмата. Тот же Зенит. Я все-таки болельщик Зенита. Поэтому я знаю, каково это трудно играть против Ахмата. Потому что все последние практически матчи, когда Зенит играл на выезде против Ахмата, я помню, очень мало там побед было. Постоянно всякие ничьи, либо поражения. Поэтому Ахмат очень серьезный соперник. Ой-ой-ой. Очень был близок сейчас, а. Я прямым сейчас ударом пробивал. Он не стал с подкрутки. Триховяк сейчас смог на меня снова голевую записать. Здесь тянули на себе, пробили. И попали. Вот в эту вот антенну, которая натягивает ворота. Играем в ничью против Ахмата на выезде. Тоже ведь в этом матче создавали моменты. Били даже по воротам. Но снова не реализовали. Шестеринка, наверное, будет 5-5. Шестеринка, ладно. Дальше 6-5. Гильярми 7-0 получает у нас оценку. Зенит минимально обыграет Уфу. Спартак играет в ничью также. Поэтому у нас в 2 очка все так же у нас лидерство. И в 14 очков отставание до Зенита. Все, друзья. Сейчас у нас последняя будет игра. Матч против Краснодара в Кубке России. Интересная игра. Последний матч у нас завершился с ними в ничью вроде 0-0. Но вот сейчас они идут на четвертой строчке. А у нас это шанс выйти в финал. Наш первый финал. Может быть Сафонов на воротах. Поехали. Итак, Локомотив Москва против Краснодара. Полуфинал Кубка России. Краснодару я вроде не забивал. Но команда эта тоже нам отказала в свое время. В переходе. И вот сейчас я по рейтингу, мне кажется, один из лучших нападающих чемпионата России. Именно по рейтингу. И вот хороший момент. Отдают на нас передачу. Это выход практически 1 на 1. Сейчас забивать нужно было. Нет, Сафонов потащил мой удар. Ну, это впервые такой сейчас был, кстати, момент именно в атаке наш. Когда нас сейчас и придерживали. И впервые я так пробил немного во воротаря. Но там все-таки Сафонов затащил. И не забиваю. Вот не забиваю я такие моменты. Вот почему мне на он в штангу летит? Сейчас такой гол бы классный был. Давайте посмотрим на повторе. Здесь сбрасывают. Здесь назад. Здесь на меня парашютчиком на грудь принял. И вторым бы касанием сейчас бы забил. Ну, нет. Просто не летит. А именно из-за таких вот моментов мы вылетели из Лиги Европы. Потому что там был прям у меня выход 1 на 1. Который просто вот не реализовал. Спокойно. Ну, отлично. Хоть кто-то у нас получилось, что забил. 82-ая минута. Освестный вышел на замену, кстати. Никого-то не заменил. И забил. Отлично. Мы в шаге до финала Кубка России. Очень хорошо же здесь получилось. Один свободный все-таки стоял. Потому что мы все-таки все в атаку пошли. Сейчас Краснодар будет. Все в атаку так у них и остается. У нас просто атакующая тактика. Поэтому я надеюсь, что у меня сейчас что-нибудь получится показать. Даже не дал нам здесь арбитр продолжить игру. Мы выходим в финал Кубка России. Впервые в моей карьере. Мой первый такой грандиозный финал будет. И это шанс. Шанс на самом деле завоевать с локомотивом трофей. Почему бы и нет. Перед болельщиками может точно извиниться за этот вылет все-таки от Сивили. Потому что здесь чисто моя была вина. Не получилось забить. Ну, а здесь отлично. 5-5 у меня аж оценка. Освестный 7-0. Просто за вот эти, наверное, нереализованные два момента. Там штангу я попал. И мы будем играть против Тамбова. Так что, друзья, скорее всего, мы выиграем финал Кубка России. Потому что уже локомотив, кстати, против Урала играл в финале Кубка России. Так что локомотив прям везет на соперников в финалах Кубка России. Вот такие пока что у нас результаты. 79 у меня рейтинг. Так что, скорее всего, в следующем выпуске я поменяю сложность. Как только у меня будет 80-й рейтинг. А может даже и сейчас. Потому что сейчас вот со 2-го числа у нас игра с Колумбией. Новый месяц. Как бы все такое. Я в старте, да. И, может быть, сейчас рейтинг у меня поднимется. Нет. Так что будет в следующем, значит, выпуске. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, на инстаграм нашего футболиста. Не забывайте нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это Жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.